Здравствуйте! Добро пожаловать на выпуск Бэтсайенс! Как ваше настроение? Я надеюсь, у вас все прекрасно. Прошли новогодние праздники, и теперь самое время снова войти в этот ютюбовский ритм создания крутого контента. Как многие из вас знают, я всегда таскаю с собой рюкзак со всяким барахлом. И кроме того, я всегда, точнее, я никогда не выхожу из дома, если не возьму с собой определенную штуку. Без нее я не могу чувствовать себя комфортно, если я нахожусь за пределами дома. Почему? Потому что бывают такие моменты, когда вам вдруг необходимо использовать какую-то вещь, которой с вами нет. Она, конечно, не может пригодиться вам каждый день, но бывают, попадаются моменты, когда она срочно вам нужна. Именно в этот момент у вас ее не оказывается. Например, вашему другу или подруге нужна таблетка от головы, потому что у них заболела голова. Или вам нужна таблетка, потому что у вас заболела голова. Но вы же не будете с собой постоянно таскать таблетки от головы. Или у вас расклеилась подошва на кроссовке, и вам нужно его залепить, но вам залепить его нечем. А на улице еще дождь, к тому же идет, у вас кроссовки промокнут. И вы просто-напросто можете заболеть, если их срочно не заклеите, если у вас под рукой не окажется сразу же суперклей. Или, например, вы пошли в поход, у вас с собой рюкзак, на рюкзаке порвалась лямка, ее нужно как-то закрепить. Но у вас нет ничего, чем вы могли бы закрепить ее. Потому что вы не предусмотрели тот момент, когда можно было взять с собой хомуты, или веревку, или что-то вроде того, чем можно быстро скрепить лямки. Или сделать какую-то альтернативную лямку, для того, чтобы продержать рюкзак спокойно на себе весь поход. То же самое может относиться к женским сумочкам. Если у девушки у вас на сумке порвалась эта штука, наверное, тоже лямка называется, да? И вам нужно как-то протаскаться с ней, а под рукой таскать вообще не вариант. То также нужно срочно придумать выход из данной ситуации. Или вы оказались в месте, где принимают только наличку, а у вас налички нет, все сейчас привыкли пользоваться карточками, везде безналичный расчет, но бывают места, в которых безналичного расчета нет, и там принимают только наличные. И у вас не оказывается под рукой мелочи, чтобы кому-то заплатить. Это также ситуация, которая требует определенной вещи, которой не может оказаться в данный момент у вас в кармане. И таких ситуаций огромное количество. Вы постоянно сталкиваетесь с подобными штуками, и именно в эти моменты у вас не оказывается под рукой вещей, которые могли бы вас выручить. Так как я фанат всяких инжиниринговых штуковин и вообще маленьких штучек и штук каких-нибудь в принципе, я создал себе мультитул-набор из вещей, которые могут понадобиться в самых необычных и неожиданных ситуациях. Встречайте, мультитул-инжиниринговый набор Bad Science. 4 тысячи, захотелось так сказать. Эта сумка достаточно компактная, она не занимает много места, она весит не слишком много, но в ней есть все необходимое для того, чтобы комфортно чувствовать себя за пределами своего дома. Давайте-ка по деталям разберем, что содержится в нашей инжиниринговой сумке 4 тысячи, йоу. Первым делом начнем с пинцета. Пинцет это такая штука, которая не всегда вам может понадобиться, но бывает момент, когда у вас отрастет длиннющий волос из носа или на брови, как у меня, например, постоянно было растает длинный волос на брови. Я не обращаю на него внимания, но бывает он так не вовремя даст о себе знать, что ему нужно срочно выдернуть и в этом случае мне помогает пинцет. Или же попадаются какие-то мелкие детали, мелкие штуки, которые завалятся в какой-нибудь щель из которых хрен вытащишь, если у тебя под рукой не будет пинцета с достаточно тонкими зубчиками, да? Правильно это называется, как-то не знаю. В общем, если у вас под рукой есть пинцет, всегда, то вы никогда не попадете в ситуацию, когда вам нужно что-нибудь вытащить, что-нибудь выдернуть, и в этой ситуации вам поможет только такая штуковина. Щипчики для ногтей. Сколько раз я ездил в другие города, находился там так долго, что у меня отрастали ногти, и мне нужно было срочно их подстричь, потому что я шел на какую-нибудь встречу, и искать магазин с щипцами у меня вообще не было времени, поэтому я оказывался в неудобной ситуации, когда мне приходилось сидеть примерно вот так, чтобы показывать, что у меня километровые ногти по отрастали. К тому же, щипчики помимо стрижки ногтей могут оказаться полезными и в других ситуациях. Иногда разрезаем мелкие вещи, которые попадают как раз-таки под размер лезвия щипчиков, если бы вы только знали, сколько раз они у них пригождались в нестандартных ситуациях. К тому же, у этих щипчиков есть точилка для ногтей, что также может оказаться очень полезным в некоторых нестандартных ситуациях. Суперклей. Маленькая, но постоянно нужная штука. Ну, не совсем постоянно, но бывают дни, когда очень часто пригождается суперклей. То у кого-нибудь подошва оторвется, и ее нужно будет приклеить, то какая-нибудь ручка от двери отвалится, то еще хрен пойми и куча всего другого, для чего может понадобиться суперклей. Поэтому эта штука, поэтому эта штука очень даже полезная во многих ситуациях. Именно поэтому суперклей должен присутствовать в наборе инженера. 4 тысячи. Теперь переходим к маленькой охранительной штуковине, которую я заказал с Алиэкспресс. Это карманный мультитул-нож со встроенными плоскогубцами. Он не длиннее моего указательного пальца. Вполне умещается в ладони. То есть, если я засуну его в кулак, он полностью скрывается. Но насколько это полезная и необходимая штука в огромном ряде ситуаций. Этот мультитул очень прочный. Он пока ни разу меня не подвел, хоть я пользуюсь им не так много времени. Тем не менее, все здесь достаточно туго затянуто, крепко и надежно сделано. Мало ли, вы оказались на необитаемом острове и вам нужно срочно сделать хижину. Но вам, чтобы свалить огромную секвою, нужна пила. Но у вас есть мультитул, в котором есть пила. Конечно, такой пилой вы будете лет 5 спиливать секвою. Но для того, чтобы отпилить что-нибудь мелкое, этой штуки вполне хватает. Учитывая, что других вариантов у вас вообще быть не может. Вы же на необитаемом острове оказались. Небольшой нож, чтобы что-нибудь разрезать или сковырнуть, вполне себе пригодный. Плоская металлическая отвертка может служить не только для того, чтобы выкручивать шурупы и болты, но также понадобится, когда нужно что-то сковырнуть или куда-нибудь подлезть именно к такой плоской поверхности. Вы бы только знали, сколько ситуаций существует для того, чтобы использовать такую штуку. Открывашка для металлических крышек также здесь присутствует. Здесь даже есть фигурная отвертка, которой я разобрал и собрал электрический чайник, когда нужно было его починить. Именно с помощью этой маленькой штуковины. С другой стороны, также присутствует много других интересных штуковин, которые могут понадобиться в различного рода ситуациях. Поэтому этот мелкий мультитул очень полезная и удобная штука для нашего инженерингового набора. Идем дальше. Паракорд веревка. Здесь примерно 2 или 1,5 метра веревки, которая может понадобиться также в каких угодно ситуациях, когда она необходима. Например, я рассыпал много барахла, которое нужно связать веревкой. Но веревки-то под рукой нет. Ага, есть, потому что у меня с собой набор инженера 4000. Или же у вас порвался или поломался ремень на штанах, и они начинают спадать. Хорошим временным решением будет использовать веревку вместо ремня. В общем, небольшой моток веревки также бывает очень необходим в различного рода неожиданных ситуациях. Идем дальше. Пара канцелярских скрепок. Пока что не придумал ситуации, к которым можно их применить. Но, тем не менее, я уверен, что бывают моменты, когда нам необходима маленькая скрепка, которая кажется идеальным инструментом для решения какой-либо задачи. Говорят, такое можно замки взламывать. Я, конечно, не спец по взлому замков, но, тем не менее, мало ли, пригодится. В заднем кармане у нас находятся 3 пластиковых хомута. Эти штуки я и правда обожаю. Бывает, тут дофига проводов у вас валяется. И единственное, что может вам помочь, это скрепление их пластиковыми хомутами, для того, чтобы все выглядело в полном порядке и не выглядело как разбросанный хлам. Также это отличная штука, если, например, порвалась лямка, состоящая из металлического кольца, которая вдруг ни с того ни с сего поломалась или порвалась или еще что-нибудь. Просто используйте металлический хомут вместо металлического кольца, для того, чтобы скрепить лямку, для того, чтобы связать связку ключей, если вдруг потерялось кольцо или порвался брелок, который скреплял все ваши ключи. А соединив несколько хомутов вместе с собой, можно также создать тот же самый ремень для того, чтобы использовать временный пластиковый ремень из хомутов, если порвался ваш родной. В общем, у этих штук огромное количество нестандартных применений, поэтому они находятся в моем наборе инженера. 4 тысячи. Зажигалка. Тут, я думаю, все действительно понятно, потому что огонь бывает необходим не только для того, чтобы закурить, но и в различных ситуациях. Особенно если вы находитесь в путешествии, в походе, особенно если вы находитесь в холодных местах в походе, и у вас руки замерзли, или вам нужно срочно развести костер, эта штука способна спасти вам жизнь. Мелкий фонарик с регулировкой толщины луча. Конечно, можно использовать фонарик на телефоне, но телефон имеет свойство часто садиться, часто разряжаться и все такое. А конкретно этот фонарик, который находится в моем наборе, и я всегда знаю о том, что у меня есть необходимый источник света для каких-либо целей, это очень круто и правильно. Например, у меня была необходимость починить замок на калитке среди ночи. Да, почему бы нет? Надо среди ночи починить замок на открывающейся калитке сад. Я взял этот фонарик, засунул его в рот, потому что мне нужны были свободные две руки, и все, и чинил его. Ухак! Руки свободны. Фонарик удобно светит на объект, который нужно починить, поэтому эта штуковина действительно уже меня один раз выручила. Ручка, чтобы заполнить какие-либо бумаги. Знаете, бывают ситуации в аэропорту или на почте, когда вам говорят, заполните эти бумажки, а вы вдруг вообще не ожидали, что нужно еще что-то заполнять. И у вас под рукой нет ручки, или у них ручка хреновая, вы должны знать, что у вас всегда с собой есть ваша любимая, крутая, хорошо пишущая ручка. А если ее нет, то и не очень удобно. Маркер-пейнтер. Это маркер, который пишет краской, поэтому в нем находится специальный груз, который трясет краску, чтобы она не засхала внутри. Штука, которая пишет почти на любых поверхностях, и бывает часто, что нужно сделать отметку на поверхности, которая не состоит из бумаги, или вообще не понятно ничего сделано, даже с того же стекла. В общем, эта штука выручает, когда нужно что-то написать на всех поверхностях, которые приемлют только краску. Пакетики-зипперы. Вот представьте, у вас фотография вашего любимого щенка. И тут вы оказались посреди океана, и ваше судно затонуло. Вы кладете фотографию в этот пакетик, замыкаете его, и все. Фотография целости и сохранности. А до ближайшего острова цивилизации всего лишь 30 метров проплыть. Абсолютно распространенная, частая ситуация, которая происходит практически с каждым человеком. Поэтому пакетики-зипперы очень часто меня также выручают. На самом деле, не только в таких ситуациях они могут пригодиться. Например, у вас накопилось много мелких вещей, которые вам нужно куда-то сложить. И тут пакетики-зипперы очень кстати. Также могут пригодиться в походе, где вы собираете какие-нибудь семена, камешки, или еще какие-нибудь штуки, которые вам в карман скидывать неохота. В рюкзак положено, они там порассыпаются. Но у вас есть пакетик-зиппер, в который вы можете все это аккуратненько сложить, и у вас все будет в одном маленьком уютном месте. Переходим далее, и здесь у меня два прутика для пистолетного клея. Я специально взял два тонких прутика, потому что пистолетный клей я, конечно, в этом наборе таскать не могу, потому что он будет занимать много места, и он тут вообще неудобный. Но, если я возьму зажигалку и нагрею им эту клеевую трубку, то она очень успешно может расплавиться, и мы можем склеить ей практически все, что угодно, что подойдет под данный клей. Я уже на самом деле забыл про клеевой пистолет, я просто, если мне нужно что-то склеить этой штуковиной, нагреваю зажигалкой и приклеиваю туда, куда мне и необходимо. Так что такие штуки в нашем наборе очень даже полезная и необходимая вещь. Далее, это мой любимый скотч. Скотч на липучке. Только послушайте. Здесь уже кусок оторман. Это скотч, которым можно найти 10 миллионов и 5 применений. Он у нас на липучке, то есть он многоразовый, и можно скреплять какое-то количество вещей между собой, просто обмотав их им. И когда нам нужно их распутать, мы просто распутываем липучку на данном скотче. Это очень удобная штука, которая не раз мне помогала закрепить некоторые вещи. Поэтому в нашем инженерском наборе такая штука очень даже кстати. Дальше у нас изолента. Ну, кто не знает, что такое изолента, и кто не знает, зачем она нужна. Для огромного количества задач и проблем эта штука является решением. Поэтому тут даже и говорить нечего. Изолента в нашем наборе имеет место быть. Ну и напоследок, мелкие штуки в пакетике зиппере, о котором я как раз таки и говорил ранее. Здесь у нас имеются действительно полезные вещи, которые могут понадобиться в самых неожиданных ситуациях, дамы и господа. Да, я об этом уже сегодня не раз говорил, знаю. Лейкопластырь. Мало ли вы порезались, и вам нечем залепить рану. А ее нужно срочно залепить, потому что вы много крови потеряете. Лейкопластырь тут очень даже понадобится. Наличка. Наличка в долларах, наличка в рублях. А также, как я уже и говорил, мало ли вы окажетесь в ситуации, где вас принимают только наличку, или терминал окажется нерабочим, а вам нужно по мелочи за что-то заплатить, или вы приезжали в платный туалет, где принимают только наличные. А там такая ситуация, нужно срочно важные дела поделать. Поэтому наличка всегда должна быть при себе. Термоусадочные трубки. Я люблю эти штуки. Они помогают скреплять открытые провода. То есть, они играют роль изоляции в проводах. Но не только. Ими можно скреплять кончики шнурка. Например, он у вас расплелся, и весь такой торчит туда-сюда. Вы просто надеваете на него кусочек термоусадочной трубки, и запаиваете кончик шнурка. Это как вариант. Но на самом деле, можно найти еще больше интересных применений данным штукам. Поэтому я также считаю, что они должны быть в нашем наборе. Пара таблеток цитрамона. Бывает разболится голова, а нужно срочно какие-то дела доделать. А головная боль абсолютно не к месту. Поэтому обезвредить на время головную боль очень даже не помешает таблетками цитрамона. Поэтому они также есть в моем наборе. Это не таблетки. Это две батарейки, которые бывают необходимы для того, чтобы включить фонарик, когда в нем сядут батарейки. Или же у меня петличка на батарейке работает, поэтому я также туда вставляю именно такие. Ну и к тому же, вдруг кому-то понадобится именно такая батарейка, а у него ее не окажется, а у вас окажется. И вы сможете кому-то помочь. Тем более, много места они не занимают, но также часто бывают очень даже необходимы. Ну и разумеется, две полупальчиковые, мизинчиковые, кто как называет, батарейки, которые необходимы для того, чтобы включить фонарик, если в нем батарейка сядет, или для того, чтобы вставить их в другое оборудование, которое я использую, и в котором уместны такие батарейки. Или вы находитесь в гостях, а там у человека пульт сел, и он такой, долбаный телевизор, надо идти вручную все делать, а вы такие, подожди, у меня есть две батарейки для твоего пульта. Вот это супер радость, и полный штаны у человека будет. Поэтому две пальчиковые, полупальчиковые батарейки тоже очень уместны в нашем наборе. Ну вот и все, дамы и господа. Это был выпуск о супернаборе инженера 4000, в который влезает огромное количество мелких вещей, которые могут понадобиться вам в самых неожиданных ситуациях. Данный чехол, в который все это влезает, вы можете приобрести по ссылке внизу по данным видео, и также создать свой мультитул инженерский набор. Вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, вы точно сможете найти вещи, которые будут вам необходимы в некоторых неожиданных ситуациях. Так что я думаю, данная сумка вам будет очень даже кстати. Так что я желаю вам не попадать в неожиданные ситуации, которые требуют срочных решений с помощью мелких вещей, которых вдруг не оказывается под рукой, и выходить из дома, не беспокоясь о мелких проблемах. С вами был Бацан, если вам понравился данный выпуск, не забудьте размазать этот пальчик вверх-низу по данным видео, и до встречи в следующем выпуске. Пока!